Продолжение следует... Запятая нельзя нарушать. Запятая стоит именно там, где она должна стоять. Обратите на это внимание, пожалуйста. Нашему центру в этом году исполняется 30 лет. У нас более миллиона выпускников и 250 преподавателей-экспертов-практиков. Одним из них являюсь я, Ольга Юрьевна Светлышева, член Национального союза кадровиков, сертифицированный специалист в области кадрового менеджмента, кандидат юридических наук. Опыт работы в преподавании, опыт работы в HR. Работала директором по персоналу в разных направлениях деятельности. На сегодняшний день я работаю в специалисте. 13 лет назад уже пришла в специалист в качестве директора по персоналу и сейчас занимаюсь преподаванием и консультированием наших выпускников. Поэтому, если какие-то вопросы возникнут, пожалуйста, можете ко мне обращаться. Мои контакты сейчас в презентации. Вы их видите. Это адрес моей корпоративной почты. Информацию вы можете прочитать на нашем сайте. Ссылки на странице я тоже скидываю. Извините, я тоже зарегистрирована. Чаще всего бывает на Facebook и ВКонтакте. Я эту презентацию размещу в личном кабинете. Все, кто зарегистрировался, вы можете зайти в личный кабинет на страницу группы и скачать презентацию. Она будет вам доступна обязательно после окончания нашего семинара. А кто будет слушать нас в записи и у вас не будет допуска к личному кабинету, вы можете мне написать по адресу, который здесь указан. И я обязательно вам вышлю эту презентацию, если она вам будет интересна. Наш центр, я думаю, знают многие. Редко встречаю людей, которые никогда не слышали про наш центр. Но поскольку вы уже 30 лет на рынке, понятно, что если бы не было у нас гарантии, вряд ли мы могли бы сейчас находиться на рынке. Наверное, конкуренты бы нас вытеснили. Но у нас есть и гарантия качества, и гарантия результата, и гарантия сохранения средств организации, если вы от организации обучаетесь. У нас гарантированы расписания, которые уже на год прописаны. И, конечно же, гарантия безопасности. Ну что же, о чем будем сегодня говорить? Мы будем говорить о том, что в каждой организации, независимо от ее масштабов, сфер деятельности и так далее, обрабатываются персональные данные работников. Сегодня мы будем говорить не вообще о персональных данных, а именно о тех работниках, которые работают в компаниях как наемные работники. И речь пойдет не только о кадровиках, потому что легче всего предположить, что кадровые работники имеют доступ к персональным данным. Но если хорошо подумать, то мы поймем, что к персональным данным имеют доступ и другие сотрудники. Конечно же, это все руководители. И руководители высшего длина, и руководители подразделений, middle management. И все они работают с персональными данными и обрабатывают их. И как это ни странно, я уже не говорю про бухгалтера или про IT-специалиста, который, безусловно, имеет доступ к персональным данным работников. Но как это ни странно, нужно обращать внимание еще и на тех, кто на первой линии у нас. Кто отвечает по телефону и контактирует с внешним миром, да, и дает информацию, предоставляет информацию. Например, секретари или операторы колл-центра. Поэтому сегодняшний семинар, я думаю, будет интересен всем, в том числе и этим людям, поскольку мы должны четко понимать, как с этим работать, как с персональными данными работать. Ну, например, какую информацию можно передавать по телефону, а какую нельзя. Если, скажем, звонит представитель банка, служба безопасности банка и интересуется нашими работниками. Вот какую информацию можно давать, да, на сколько можно давать, на какую нет. Или, например, работник уволился и звонит его будущий работодатель с вопросом о рекомендациях. Вот можно ли давать рекомендацию или нельзя, если можно, то какую. Ну, а если нельзя, то почему. Или, скажем, у нас есть кандидаты, которые присылают нам свое резюме. Или мы нашли их резюме на работных сайтах, например. Вопрос, как можно хранить это резюме, там тоже персональные данные. Когда их нужно уничтожать. Как уничтожать, чтобы потом при проверке, вот сегодня Светлана мне уже задавала вопрос по проверкам Роскомнадзора, чтобы не было мучительно больно, если придет представитель Роскомнадзора и узнает, что мы, оказывается, храним резюме тех соискателей, которым мы отказали. Почему-то они у нас в базе данных. На каком основании, да. Вот еще вопрос очень часто задается, и многие даже не догадываются о том, что, оказывается, нельзя размещать информацию о днях рождения наших сотрудников для того, чтобы их поздравить. В некоторых компаниях есть отдельные информационные стенды, либо на сайте размещаются, в внутреннем сайте, естественно. Размещается эта информация для того, чтобы поздравить своих коллег с радостным событием. Но, оказывается, это тоже нарушение. Поэтому вот такие вопросы. Надо обязательно знать ответы на эти вопросы, и мы их сегодня обсудим. Сегодня мы узнаем о том, какие сведения относятся к персональным данным работников. ПДР – это сокращение у трех слов персональные данные работников. Мы узнаем, как их обрабатывать. Причем для того, чтобы правильно обрабатывать персональные данные, необходимо знать, к какой категории они относятся. Потому что разные категории обрабатываются, естественно, по-разному. Получим ответы на вопросы. Вы, пожалуйста, свои вопросы пишите в чате, и как только я закончу, обязательно отвечу на все ваши вопросы. И тут есть такая не очень приятная новость, что с 1 марта 2021 года внесены изменения в работу с персональными данными, в том числе с персональными данными работников. И нам надо это обязательно учитывать, потому что уже с 27 марта, то есть с 1 марта мы работаем по новым правилам, а с 27 марта этого года изменили штрафы за нарушение права работы с персональными данными. То есть сразу же не успели мы перестроиться, нам сразу грозят штрафами. Особое внимание на это я бы просила уделить именно руководителей. Потому что кадровые работники в силу своей специфики действий и работы с персональными данными, они ту информацию, которую я сейчас буду сообщать, скорее всего, знают. Или где-то слышали, или читали, или на курсы ходили и так далее. А вот с руководителями возникает проблема, потому что руководитель не всегда понимает, как работать с персональными данными, и в то же время он, этот руководитель, принимает решение. Решение, это лицо, принимающее решение. И в результате, не зная основных правил, он может допустить очень серьезные ошибки, которые потом, естественно, будут замечены, обязательно, я думаю, и организация будет наказана, либо должностное лицо будет наказано за это. А правила увеличились в разы. Штрафы увеличились в разы, и о них я тоже сегодня расскажу. Итак, давайте посмотрим те самые 7 правил с персональными данными, которые надо соблюдать и нельзя нарушать. Я сейчас перечислю вам эти правила, все сразу, не буду вас мочить, мы посмотрим, какие они, а потом каждое правило разберем отдельно. Итак, первое правило. Работать с персональными данными надо в рамках закона, а для того, чтобы работать в рамках закона, естественно, надо знать, что это за закон, да, и на что он может осцелаться. Второе правило. Понимать, какие сведения относятся к персональным данным, то есть не до фанатизма. Что-то относится к персональным данным, что-то не относится. Надо понимать, о чем идет речь. Надо различать категории персональных данных. Если эта информация относится к персональным данным, то к какой категории. Ну, естественно, дальше нужно уметь обрабатывать персональные данные с учетом требований к этой конкретной категории, к которой относятся данные данные. Данные данные. Хорошо сказала, да? Это автология. Далее, пятое правило. Грамотно оформлять документы по работе с персональными данными. Потому что если мы не зафиксируем ничто или не ознакомим работников с какими-то нужными документами, то в этом случае слова к делу не пришлёшь, да, устные договорённости, они не в счёт. Шестое правило. Знать права работника и обязанности работодателя при работе с персональными данными. На что имеет право работник, на что не имеет. И что должен делать работодатель, а что не должен. И седьмое правило заключительное. Конечно же, учитывать ответственность работодателя за нарушение защиты персональных данных работников. И здесь я вам тоже про штрафы расскажу. Итак, правило первое. Работать с персональными данными. Если мы будем читать 152-й федеральный закон, то в отличие от Трудового кодекса, если вы знакомы с Трудовым кодексом, потому что аудитория у нас с вами разная, есть и кадровые работники, и руководители, и люди вообще, может быть, никак не связанные с персональными данными, но желающие это узнать. Так вот, если вы знакомы либо с Трудовым кодексом, либо с 152-м федеральным законом, то вы увидите, что есть разница в сторонах. Например, в 152-м федеральном законе есть понятие субъект персональных данных работников. Кто это? В переводе на трудовое законодательство. Это кандидат, это стажер, это работник, это бывший работник. То есть тот, чьи персональные данные обрабатываются. И есть тот, кто обрабатывает персональные данные. Обычно мы его называем в рамках Трудового законодательства работодателем. А в 152-м федеральном законе он называется оператор. Итак, субъект персональных данных и оператор персональных данных. Продолжая правило первое, я сейчас перечислю несколько документов, которые помогут вам быть убедительными, если вы будете общаться либо с лицом, принимающим решение, либо с проверяющими. Вам помогут документы, относящиеся к нормативной базе. Что же это за документы? И что вы можете из этих документов, какую информацию можете получить? Первый документ это Трудовой кодекс Российской Федерации, глава 14. В 14 главе там несколько статей. И мы можем узнать общие требования при обработке персональных данных работников, гарантии их защиты, как хранить и использовать персональные данные работников, как их передавать, какие права имеют работники и какая ответственность у работодателя. Второй документ, очень важный, я его уже сегодня упоминала. Это закон, 152-й федеральный закон, а 2006 года он называется о персональных данных. В этом законе он распространяется не только на трудовые отношения, но вообще на все имеющиеся отношения. Например, я вижу уже ваши вопросы, спасибо большое, пишите, пожалуйста, в чате, я обязательно отвечу на ваши вопросы. Итак, этот закон распространяется, например, на взаимоотношениях между банком и клиентами, или магазином и покупателями, или медицинским заведением и пациентом. То есть он такое широкое, имеет хождение. В нем мы можем посмотреть основные понятия, принципы и условия обработки персональных данных, как осуществляется контрольный обзор за обработкой персональных данных и так далее. Еще один документ, очень вам рекомендую, это постановление правительства 687-е об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляем без использования средств автоматизации. Там, например, сказано, что документы, о которых мы говорим, которые содержат персональные данные, считаются использованы без автоматизации, даже если они хранятся в вашей базе данных, если при их создании или выгрузке принимает участие человек, если с помощью человека это делается. Допустим, из программы 1С вы выгрузили какой-то приказ, подписали это уже вот сюда. Итак, как с ними работать? Второй документ об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных имеется в виду, что мы передаем, ну, допустим, мы передаем информацию в рамках организации, мы обязаны это делать, ФР, новый отчет, сравнительно новый, СТДР, например, извините, ССВТД, да, в Пенсионный фонд России, а вот без участия человека все это в электронном виде передается. Ну и, наконец, кто нас будет проверять? Проверять нас будет Росполнадзор, и если вам интересно, как будут проверять, то здесь можно внимательно изучить документ, который называется административный регламент 312-й, административный регламент, там написано, что проверяют при проведении контроля, какие правообязанности имеют должностные лица и работодатели во время проведения проверки, и чем может закончиться эта проверка, то есть какие результаты этой проверки. Итак, правило второе. Понимать, какие сведения относятся к персональным данным. Вопрос, да? Я сейчас задам вам вопрос и попрошу в чате написать, является ли фамилия, имя, отчество персональными данными. Если вы считаете, что да, является, напишите, пожалуйста, плюс. Если вы считаете, нет, не является, поставьте, пожалуйста, минус, чтобы мы примерно понимали, все-таки персональные это данные или нет. Пока вы ставите свои плюсы и минусы в чате, я пока продолжу и хочу дать определение о персональных данных. Персональные данные – это любая информация, которая прямо или после относится к физическому лицу. Так, вижу ваши плюсы. Так, вот. Ни одного минуса, все плюсы. И тогда у меня вопрос. А вот, например, Иванов Иван Иванович – это персональные данные, это фамилия, имя, отчество? Иванов Иван Иванович. Я не дикт написал плюс, но определяемый субъект. Вот. Вот в этом не заключается разница. Смотрите, если мы говорим просто Иванов Иван Иванович, это не персональные данные. Это просто фамилия, имя, отчество, потому что по ним мы не можем определить конкретного человека. Да, вот, спасибо. Не знаю, как вас зовут, вы зарегистрировались под номером. И ответ правильный – да, если относится к Иванову, то есть к конкретному человеку. Вот если я скажу, что Иванов Иван Иванович – это генеральный директор общества с ограниченной ответственностью компании, ООО компании, мы поймем, о ком идет речь, и тогда мы говорим, да, это персональные данные. В противном случае это просто фамилия, имя, отчество. Мало ли кого я имела в виду, например. Итак, ссылки на закон я тоже даю, поэтому, кому интересно, откройте еще раз презентацию, посмотрите, найдете эту информацию и еще раз прочитайте. Что нужно еще делать? Далее, правило третье. Необходимо обрабатывать персональные данные в зависимости от того, к какой категории они относятся, эти персональные данные. И закон нам выделяет несколько категорий персональных данных. Это общие, общие или общедоступные персональные данные. Это данные, которые известны другим людям и могут быть опубликованы в общедоступных источниках. Ну, например, фамилия, имя, отчество, место жительства, видеорегистрации, цене образования, квалификации, информация о работе, номер телефона, имейла и так далее. Это общая категория персональных данных. Следующая категория специальные. Здесь уже пожестче все, потому что это информация о личности человека. И специальные персональные данные отличаются тем, что, как правило, находятся в закрытом доступе. Например, расово-национальная принадлежность, политические, религиозные, философские взгляды, состояние здоровья, потребности личной жизни, информация о студимости и так далее. Это все специальные. Третья категория – геометрические. Это некие физиологические или биологические особенности человека, которые используют для установления личности. Например, фотографии, дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, группа крови, генетическая информация и так далее. Ну и, наконец, четвертая группа – это иные персональные данные. Это дополнительная информация, которая часто может меняться. И эти данные нельзя отнести к категориям общедоступных специальных или геометрических данных. Ну, например, информация, которая находится в организации. Заработная плата, уровень заработной платы, характерные виды стажа, периоды отпусков и так далее. И начиная с 1 марта у нас появилось еще одно понятие, но оно как бы не входит в отдельную категорию персональных данных, оно как бы накладывается на эти категории. Что это такое? Это длинное такое название – персональные данные, разрешенные субъектами персональных данных для распространения. И дальше в 152-м федеральном законе новый пункт, пункт 1.1 в статье 3 появился этого закона, где сказано, что это такие персональные данные, доступ неограниченного круга лиц, к которым предоставлены субъектам путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных этим субъектом для распространения в порядке предусмотренного сдача федеральным законам. Речь идет о том, что требуются отдельные согласия. Вот если на обработку персональных данных, которые я перечислила, требуется согласие, я вам сейчас покажу письменное согласие, как оно выпадет, то вот это отдельные персональные данные требуют отдельного согласия. То есть недостаточно того согласия, который мы берем для обработки других категорий персональных данных. Четвертое правило. Итак, мы с вами знаем, какие есть персональные данные. Теперь вопрос, как правильно их обрабатывать, потому что в зависимости от того, какой категории относятся, мы будем обрабатывать. Определение обработки включает в себя, опять же, в рамках закона 152 абсолютно любое действие или совокупность действий, которые совершаются либо с использованием средств автоматизации, либо без использования таких средств. Ну и дальше перечень. Например, сбор, запись, систематизация, накопление и так далее, вплоть до блокирования, удаления и уничтожения. Вот это очень важно. То есть обработка персональных данных – это очень такое широкое понятие. И возникает вопрос, а как же обрабатывать персональные данные? Их можно обрабатывать либо по согласию работника, то есть если работник в письменной форме подписал согласие соответствующего согласия. И второй вариант, когда все, вот обработка персональных данных в рамках законодательства. В законе у нас написано так. Обработкой персональных данных необходимо, чтобы выполнить условия договора с субъектом персональных данных, ну в нашем случае с работником. Какой договор имеется в виду? Ну в первую очередь, конечно же, трудовой. Кроме этого, есть еще ученический, договор о полноматериальной ответственности и так далее. Вот если вы работаете в рамках договора, то персональные данные можно обрабатывать. А также все, что мы выполняем в рамках закона. Например, мы передаем Федерационный фунт России, мы обязаны это делать, да, передаем персональные данные работников. Или военкомат, или налоговую, или государственную инспекцию труда, или в Роскомнадзор. Таким образом, нам не нужно это согласие. Итак, либо по согласию работника, письменное согласие, либо в случае, если это ответственность, установленная для оператора персональных данных, в данном случае работодателя, в рамках законодательства. Давайте я все-таки несколько слов скажу, наверное, о том, что разные категории по-разному обрабатываются. Например, если мы не берем сейчас письменное согласие, то без письменного согласия обработка общих категорий персональных данных, фамилии, имя, отчество, дата рождения и так далее, она может быть, если она необходима для исполнения трудового договора, стороной которого является работник, или осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц, которым предоставлен работникам лично. То есть, если он лично предоставил такое, или с его согласия, тогда это можно делать. Ну, например, разместить информацию на внутреннем сайте об этом работнике. Это нужно делать. Обработка специальных категорий. Помните, да, что это такое? Например, состояние здоровья или семейное положение. Тоже можем обрабатывать в случае, если есть согласие, либо сам работник сделал их общедоступными. Ну, либо в соответствии с законодательством. Скажем, если мы предлагаем вычеты, налоговые вычеты за детей, то в этом случае работник должен предоставить нету информацию о детях, как, например, свидетельство о рождении. В этом случае можно без его согласия это делать. Или обработка происходит в соответствии с законодательством обязательных видов страхования, о страховании в соответствии со страховым законодательством. Например, при истокной соцспособности. Он приносит, там персональные данные, мы их обрабатываем. Это специальные, о состоянии здоровья. Ну, и биометрические персональные данные мы можем осуществлять без согласия работника, например, в связи с законодательством о порядке выезда или въезда в Российскую Федерацию, или о гражданстве Российской Федерации. Если мы отправляем работника, предположим, в командировку за пределы Российской Федерации. Там нужна фотография. Фотография – это биометрические данные работника. Четвертое правило. Уметь обрабатывать персональные данные с учетом законодательных требований. Обратите, пожалуйста, внимание, во многих организациях есть камеры слежения. Здесь тоже очень важный момент, потому что в разъяснении хоровского назора сказано, что требуется разработка и принятие локального акта, в котором необходимо определить цель установки видеокамер. Значит, если мы хотим установить видеокамер, то следует разработать положение, например, об установке видеокамер. И обязательно должны быть вот такие таблички. Внимание, ведется видеонаблюдение. Ну и если работник, каждого работника надо уведомить об установке камер, и если на рабочем месте работника ведется еще и видеозапись, то требуется его согласие на проведение этой видеозаписи. Как вы видите, разные категории персональных данных имеют разную степень защиты в электронных базах данных. Ну, например, сейчас я ссылаюсь на постановление правительства 1119. Например, общие персональные данные, фамилии, научицы и все прочее, у них достаточно слабая защита. Иные, например, заработные платы требуют более сильной защиты. Биометрические, например, состояния здоровья, нет, биометрические, извините, это телоскопические отпечатки и радужная оболочка глаз, или, например, фотографии или видеозаписи защищаются еще серьезные. Ну, а специальные, например, все, что касается здоровья, нуждаются в самой сильной защите. Поэтому нужно очень аккуратно вести себя, например, при приеме на работу, когда мы запрашиваем информацию о состоянии здоровья. В моей практике был случай, когда генеральный директор издал приказ о том, что у всех работников, у всех кандидатов, которые будут поступать к нам на работу, будем запрашивать справку о состоянии здоровья. Ну, это, конечно, нарушение, но это было еще до введения в действие этого закона, но, тем не менее, до 12-го года я имею в виду. Но, тем не менее, это, конечно, очень серьезное нарушение, потому что мы имеем право требовать медицинские вправки в состоянии здоровья или медицинские книжки только для определенных категорий работников. Вот у всех подряд мы, конечно, этого делать не можем. Это специальные персональные данные. Еще раз напоминаю, что они считаются самой, нуждаются в самой сильной защите. Пятое правило – грамотно оформлять документы по работе с персональными данными. То есть одно дело – правильно все делать, и совершенно другое дело – доказать о том, что мы делали все правильно. Здесь я хочу обратить ваше внимание на согласие, которое должен подписать субъект персональных данных на обработку его персональных данных. Формы согласия не нет, поэтому я здесь написала примерная форма. А в 152-м федеральном законе, в статье 9-й, в пункте 4-м, есть перечень той информации, которая должна быть обязательно указана в этом согласии. И очень важную роль играет цель, с которой мы будем обрабатывать. Вот это важно – написать, для чего мы это делаем. И обратите внимание, я вначале сам говорила о разных информации, которую мы, не зная того, можем передать случайно, этим лицам распространить и так далее. Так вот, на нее требуется разрешение. Например, для публичного поздравления с днем рождения, с юбилеями, указаний, фамилий, имя, отчество, даты и так далее. А уж тем более ближайших родственников, не дай бог, не дай бог, нужно обязательно разрешение. Причем, если мы обрабатываем информацию о ближайших родственниках, то мы должны получить согласие от этих родственников. Ну, к примеру, если наш работник ухаживает за больным членом семьи, и он хочет на основании этого, чтобы ему установили неполное рабочее время, то он должен это доказать, каким образом принести информацию в медицинское заключение о том, что в этом медицинском заключении не только, а это уже специальные персональные данные при этих лицах, не только фамилия и имя, но и состояние здоровья, что этот конкретный человек требует ухода за собой. Вот, поэтому, в данном случае, если еще такая информация будет, то нам требуется еще согласие от этого человека на обработку персональных данных. Шестое правило. Знать права работника и обязанности работодателя при работе с персональными данными. У каждого работодателя в организации должен быть локальный нормативный акт согласно 89-90 статье Трудового кодекса. И в этом локальном нормативном акте должно быть прописано права работников, на что они имеют право и обязанности работодателя. Например, 89-й статья Трудового кодекса, где сказано, что работники имеют право на полную информацию об их персональных данных и обработке персональных данных. То есть работник может написать заявление с просьбой объяснить, как мы обрабатываем персональные данные. И мы обязаны ему обязательно эту информацию дать, потому что это его персональные данные. Либо работник может потребовать об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных. Ну, предположим, если он меняет паспорт, и паспортные данные, или фамилия имя, отчество меняется, дата рождения и так далее. И если работодатель этого не сделал, то работник может потребовать это. Ну, и в этой же 89-й статье написано, что мы должны ознакомить как работодателя под подписи с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их правах и обязанностях в этой области. Вот такие права. Что касается обязанностей работодателя, то, например, в 86-й статье сказано, что мы должны получать информацию только у него самого, ну, либо с письменного согласия. Вы можете написать на письменное согласие. Вот вопрос по рекомендации, да, вот как мы получаем рекомендации. Если к нам приходит кандидат и говорит, вот номер телефона его бывшего работодателя, звоните, уминавайте, вот этого делать не следует. Лучше сделать по письменному запросу, потому что в противном случае мы будем просто-напросто нарушать законодательство. Мы будем обрабатывать персональные данные вот того самого руководителя нашего кандидата. И работодатель не имеет права, согласно 86-й статье этого кодекса, получать и обрабатывать средние работники, относящиеся к специальным категориям, за исключением определенных случаев, которые предусмотрены за данные. Ну, как я уже говорила, например, при назначении пособия по времени нетрудоспособности или для оформления отпуска по беременности и родам для женщины, например. В остальных случаях нельзя. Правило седьмое. Учитывать ответственность работодателя для нарушения защиты персональных данных. И здесь все очень серьезно, потому что, повторюсь, с 27 марта увеличены штрафы в рамках административного нарушения, кодекса административных правонарушений, но я пойду по порядку. Итак, что же будет тому человеку или той организации, которая нарушает эти правила? Если мы говорим о конкретном человеке, который случайно или не случайно нарушил правила работы с персональными данными, то это дисциплинарная ответственность в рамках Трудного кодекса Российской Федерации вплоть до увольнения. У нас даже есть специальный подпункт В, пункт 6, части 1, статьи 81. Это нарушение правила работы с персональными данными других работников. Эта статья предполагает увольнение. Ну, а если не доходить до увольнения, то это может быть замечание, выговор, например, за неправильную работу с персональными данными. Материальная ответственность. Тоже в рамках трудового законодательства. Например, возмещение морального вреда работнику в денежной форме, если мы своими действиями с работой с персональными данными нанесли ему какой-то моральный вред. Административная ответственность. Здесь у нас есть статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. И штрафы, сейчас по уголовной тоже расскажу, и штрафы с 27 марта увеличились. И вы можете посмотреть эту статью, прям можете открыть, найти, прочитать внимательно. Там огромные штрафы. И вот я специально выделила, что максимальный штраф до 500 тысяч рублей. Ну так прилично, согласитесь. Ну и, наконец, самая жесткая ответственность за нарушение правил работы с персональными данными это уголовная. 137 статья нарушения неприкосновенности частной жизни. И 272 статья это Уголовный кодекс Российской Федерации. Неправомерный доступ охраняемый законом компьютерной информации. Там вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. Ну то есть все очень-очень серьезно. Вот. Я вижу ваши вопросы. Сейчас отвечу обязательно. Интересный вопрос. Наше продолжение. Так вот. То, что я сейчас рассказала, это действительно очень важная информация. Причем, еще раз говорю, что если мы об этом не знаем, то можем совершить очень много ошибок. Вору оповещен, значит вооружен. Предупрежден, значит вооружен. Как говорится вора. Я вас приглашаю на практикум. Это однодневный практикум по операционному управлению персоналом в рамках законодательства. Мы приглашаем на этот практикум прежде всего руководителей разных подразделений и руководителей организаций, потому что именно они, повторяюсь, принимают какие-то решения и не зная основных правил, могут допустить очень серьезные управленческие ошибки, которые привлекут за собой большую ответственность. Практикум однодневный. Повторяю, это практикум. То есть там будет какая-то теоретическая информация, но минимум в основном это кейсы, которые мы будем решать в рамках законодательства. Ближайшая группа у нас состоится 15 мая целый день с 10 часов до 17 часов 10 минут. Можно очень прийти. Адрес тоже вставляю. Учебный комплекс белорусско-савиловский. Можно онлайн подключиться по ссылке. Вам пришлют ссылку, и вот точно так же по вебинару можно подключиться. Мы будем говорить о том, как руководитель, на что нужно обращать внимание при приеме на работу. Например, фактическое допущение к работе, аннулирование трудового договора, испытания при приеме на работу. все решения по этим процедурам принимает руководитель. И ему нужно знать, как это нужно делать, когда можно, когда нельзя. И изменение условий трудового договора. Трудовой договор может меняться даже без согласия работника. Это очень важный момент. Но когда и как правильно это сделать, об этом не будет. Также мы обязательно будем обсуждать вопросы разных видов отпусков, такие как ежегодный оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы, учебный отпуск, дополнительно разных видов отпусков. И опять же, при принятии решения, например, разделения отпуска на части или отзыв из отпуска, или продление и перенесение отпуска, там самое главное не нарушить законодательство. И, наконец, очень актуальный вопрос про увольнение какого лица работника, чтобы не было потом мучительной воли, чтобы никто не наказал работодателя и не восстановил этого работника. Вот правило увольнения, это у нас в заключительном третьем модуле будет. Тема интересная. Повторяю, что все это будет в основном практику, то есть это кейсы, кейсы, еще раз кейсы. И по окончании этого практика, практик, ну, вы сможете развить такие компетенции, как вы сможете правильно действовать при оформлении сотрудника на работу, грамотно обрабатывать персональные данные работы, там у нас эта тема тоже будет, соблюдать правила представления отпуска работнику, применять поощрение дисциплинарное взыскание и грамотно обманять работника. Вот такие у нас компетенции. Форматы у нас разные, очные, очно-заочные, индивидуальные, вебинары открытые. 15 мая у нас будет очные и вебинар. А так можно открытое обучение тоже проходить. Кстати, Лариса, если вы здесь и хотите что-то сказать, я могу предоставить вам слово. Да, Ольга Юрьевна, спасибо большое. Дорогие друзья, здравствуйте. Я хотела бы также пригласить вас на обучение к Ольге Юрьевне. В чате кидаю ссылку на страницу Ольги Юрьевны, если кто не успел записать. Вы меня слышите? Обратите внимание, что на странице, в конце страницы, полный перечень курсов, которые ведет Ольга Юрьевна. И что касается практику, у нас 15 мая, если вдруг кто-то не успевает на 15 мая, у нас есть группы 16 мая и далее в июне. Обратите внимание, пожалуйста, на открытый формат обучения. Многие настороженно к нему относятся, но один из лучших и прогрессивных форматов обучения на сегодняшний день, на мой взгляд, он максимально реализует индивидуальный подход преподавателя к слушанию. То есть в таких группах материал предоставляется в записи, но при этом преподаватель всегда рядом и персонально отвечает на вопросы, помогает решать индивидуальные задачи в каком-то смысле. Обратите внимание, что у нас много комплексных программ. Есть дипломные программы, после обучения, по которым выдается диплом о профессиональной переподготовке. То есть чем хороши комплексные дипломные, это оптимальный вариант по цене и по получаемым знаниям. Программ много, на сайте можно запутаться, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, пишите менеджерам, что вы могли подобрать оптимальные варианты обучения. Ответим на все вопросы. В частности, кидаю свои контакты, буду очень рада ответить на ваши вопросы. Ждем вас на обучение в нашем центре, ждем на обучение к Ольге Юрьевне. Нет, Ольга Юрьевна, один из лучших специалистов по кадрам, но помимо этого, позвольте похвалить лучший преподаватель, потому что недостаточно только знать, нужно объяснить. Думаю, вы все слышали и сделали выводы. Ждем. Спасибо за внимание. Лариса, большое спасибо вам. Интересная информация. Калина, пожалуйста, скачайте информацию из чата, вот то, что Лариса нам дала, и обращайтесь к ней, она действительно вам обязательно поможет. Ну, а у меня еще есть информация о том, что наши выпускники имеют возможность бесплатной консультации по профессиональному развитию. У нас есть служба трудоустройства, там работает Ольга Белова, и она с большим удовольствием помогает нашим выпускникам в профессиональном развитии, в карьерном консультировании и так далее. Поэтому, если вам интересно, QR-код у нас тоже на экране, и он же будет размещен в презентации, которые я размещу в вашем личном кабинете. Записывайтесь и не стесняйтесь, обращайтесь к ней, она классный профессионал. Ну, на вопросы я сейчас отвечу, а потом, собственно, вот пока вы здесь. Напомню, что запись вебинара у нас будет доступна через несколько дней по этой ссылке на сайте YouTube. У нас есть свой YouTube-канал, поэтому, пожалуйста. Так, пролистываю чат и читаю. Если сотрудник подписал согласие на распространение, про дату рождения. Да, конечно. Если правильно составлено согласие, я еще раз хочу напомнить, что должна быть обязательно цель указана. цель и формы обработки, то, конечно, можно обрабатывать, да. Но обязательно согласие. То есть без согласия мы не делаем этого. Ольга Юрьевна, в согласии как раз мы и указываем цель. То есть, я прошу прощения, я как раз больше по 152 ФЗ, нежели по кадровым вопросам. И мы сейчас разработали эту форму, потому что она как бы должна быть введена Роскомнадзором, но вступит в силу только в сентябре, несмотря на то, что закон уже вступил в силу. Вот. И там как раз у нас есть и цели обработки, и те персональные данные, которые предлагается сотруднику разрешить или не разрешать для распространения. Ну, то есть, ключевое то, что сотрудник получает всю информацию, это идет отдельным документом. Да, да, сцеплением. Да, хорошо. Спасибо, что ты вернулся. Ну, да, все верно. Единственное, почему я про цель говорила сегодня несколько раз. Есть судебная практика, в которой, например, цель считается не... Ну, то есть, ее не принимают в суды. Поэтому я еще раз напоминаю, что если вы указываете цель обработки персональных данных, она должна быть какой-то благовидной. То есть, она должна быть, ну, действительно, оправдывать вот это согласие. А так, да, действительно, вы правы. Нужно отдельное согласие. По форме еще нет ее, но надеемся, что скоро ее разработают. Спасибо за комментарий. Спасибо. Вижу еще вопросы. Ковривики требуют данные о составе семьи для Т2. Это персданное или уже его семьи? Вот, коллеги, кстати, вот спасибо за этот вопрос, потому что он дополняет сейчас нашу дискуссию с вами то, что в университетной форме Т2, утвержденной Госкомстатом в 2004 году, есть девятый и десятый пункты, это состав семьи и ближайшие родственники, вовсе не является целью передачи этой информации. Например, для государственных гражданских служащих они обязаны подавать некую информацию, в том числе и о близких родственников, ну, там, служб безопасности проверять и все прочее, вот, там, где законом определена эта цель, можно запрашивать. Если она не определена, то ни в коем случае мы не запрашиваем, и даже с согласия этого конкретного человека мы этого делать не можем. Ну, если только с согласия, опять же, третьих лиц, данные, которых будем обрабатывать, возможно, но опять же, под вопросом, а что они напишут в своем согласии, что для цели обработки Т2, ну, вот это как раз не является, к сожалению, благовидным предлогом, благовидной целью. Поэтому, нет, давайте не будем собирать. Если надо, по законодательству будем собирать, в остальных случаях нет. Так, а как же медкомиссия, например, предпринима за РЖД? Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, состояние здоровья – это специальные персональные данные. И специальные персональные данные можно обрабатывать, если это требуется законодательство. Например, лица, которые поступают на работу, связанную с движением транспорта, обязаны проходить первичный и затем периодический медицинский осмотр. То есть, здесь уже закон нам разрешил, поэтому это мы можем, даже без согласия работника, эту информацию обрабатывать. Да, спасибо за вопрос. Вопрос про коллективный договор. Может ли коллективный договор быть локальным нормативным актом о защите персональных данных? Нет, к сожалению, не может, потому что коллективный договор – это акт, действительно, но это договорной документ. Он подписывается с двух сторон. С одной стороны, представителями работников, с другой стороны, представителями работодателей. И он не является, в принципе, обязательным. И, конечно, он не может подменить с собой локальный нормативный акт об обработке персональных данных или о защите персональных данных. Поэтому, если у вас такого документа нет, то лучше его разработать. Ольга Юрьевна, я прошу прощения, наверное, надо было пояснить. Колл договор, я этот вопрос написал, когда вы разъясняли шестой пункт о том, что в соответствии с 89-й и 90-ми статьями ТК должен быть некий локальный нормативный акт, где прописаны права и обязанности работника и работодателя. То есть, отдельно, он не имеет отношения к пакету документов, этот вопрос, который по 152-м ФЗ разработан. имеется в виду политика конфиденциальности и прочее. Это именно вопрос вот к вашему пояснению про шестой пункт, про шестое правило обработки персональных данных. То есть, в коллективном договоре мы можем прописать вот эти все права и обязанности помимо тех документов, что есть еще в организации по 152-му? Просто нужно посмотреть, какие документы есть. Если есть документ, который является локальным нормативным актом об обработке персональных данных, тогда... Ну, все, тогда, да. А зачем тогда в коллективном договоре это все писать? Все понятно, да. Тогда не нужно, я понял. Ну, то есть, дублировать не надо, да, в этом смысле. Спасибо. Да, спасибо вам. Если только коллективный договор улучшает положение работников, ну, опять же, смысл какой. Если есть локальный нормативный акт, там, наверное, уже все написано. Все хорошие слова. Так, и вопрос полезный для практиков для специалистов по защите информации назначенных соответствующих 152-м Стерамбеку. Если вы говорите про практикум, о котором я говорила, то он будет рассчитан на лиц, принимающих решения. То есть, там про персональные данные очень мало информации будет. В основном, это будет касаться приема на работу, увольнения, изменения условий трудового договора. То есть, то, чем занимаются руководители структурных подразделений. Поэтому в любом случае вас приглашаю. Я думаю, что вы узнаете что-то новое, интересное. Но вот какие у вас ожидания от этого практикума, пока я не знаю. Если эти ожидания совпадут с тем, что мы будем делать, тогда, да, то ра. Просто цель. Спасибо большое. Ну, цель на самом деле, как, думаю, более подробнее вы распишите вот эти семь правил уже как бы в рамках практикума. то есть, какие-то кейсы практически связаны, возможно, с позициями Роскомнадзора по каким-то тонким моментам. То есть, вот такие были ожидания. Да, но вот, к сожалению, мы за 8 часов, конечно, вряд ли это сделаем. Вот обратите внимание, я сейчас еще раз выведу. Видите, здесь у нас очень много информации, и поэтому на ПДР очень мало времени уйдет. Если вас интересует именно более глубокая проработка этой темы, то вряд ли в практику мы это сможем сделать. А другие темы с удовольствием проработаем, так что подумайте. Спасибо большое, подумаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за активность. Так, смотрю, какие еще есть вопросы. Так, сейчас я вернусь на... Так, Как определить веско или причины для получения неких данных? Как это устанавливает суд? Суд устанавливает, рассматривая, например, такой вопрос. А мы могли бы без них обойтись? Если да, могли обойтись без них, ну, допустим, вот мы заполняем личную карточку Т2 и вносим туда информацию о супруге или супругах. О супруге, да? Вот. То в этом случае нам зададут вопрос, а зачем вам это надо? Вот зачем вам нужна эта информация? И тут мы объяснить не можем. Если это каким-то образом объясняется, как я приводила пример, допустим, супруга ухаживает за больной супругой, потому что она требует такого ухода, тогда понятно, да, мы ему устанавливаем неполное рабочее время, потому что он является той самой категорией, которым мы обязаны установить. А в остальных случаях, ну да, ну, есть у него там супруга, Иванова Мария Ивановна, и что нам это дает? Зачем? Какой смысл? Вот. Поэтому судьи именно таким образом и устанавливают, можно было бы обойтись без этой информации или нет. Так, Татьяна пишет, что по охране труда есть требование при наступлении несчастного случая сообщить близким розыгрышам об этом происшествии, то есть нужны контактные данные, номер телефона и так далее. Если цель определить именно такую, будет... Нет, это, конечно, не будет нарушением, наоборот, это следует делать и следует запрашивать согласие у вот этого третьего лица. Ну, допустим, у родителей, которым мы будем сообщать, или у детей, которым мы будем сообщать, или у супругов. То есть требуется согласие не конкретного работника, а именно тех лиц, к которым мы будем сообщать в письменной форме. Да, тогда эта цель, конечно, безусловно. Безусловно. Так, и что можно узнать о кандидате служб безопасности в рамках закона? Что он может узнать? Вы знаете, сейчас все так ограничено, что если... Да, спасибо, Дмитрий Татьяна. Если мы говорим о обычной коммерческой компании какой-то, мало что он может узнать, она, служба безопасности. Если мы говорим о государственной и гражданской службе, о гражданской службе, то там они работают в рамках указов президента, постановления правительства, федеральных законов. Поэтому там у них, что называется, развязные руки. В других компаниях, негосударственных, службе безопасности мало на что имеет право. Ну, практически на то же, на что и все работодатели. То есть, никаких привилегий отдельно для службы безопасности не существует. Вот, коллеги, больше пока вопросов не вижу. Если вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Ну, а я, как и обещала, сейчас размещу эту презентацию в вашем личном кабинете и мои контакты у вас на экране. Всех благодарю за внимание и до новых встреч. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...